15 участков с искусственными неровностями появятся на дорогах Краевого центра в этом году. В том числе за период ремонтных работ уже сделали 10 наплывных переходов. Сейчас, собственно говоря, у нас активно ведутся работы по устройству искусственных неровностей на тех участках, на которых принято решение ограничить скорость дорожного движения. И кроме того, дополнительно в этом году предусмотрели средства в бюджете по рекомендациям ГИБДД по устройству наплывных пешеходных переходов, так называемых. То есть это устройство искусственной неровности на пешеходном переходе, на которое в последствии будет нанесена разметка. Сделано это, естественно, с единственной целью обеспечения повышения безопасности дорожного движения, повышения безопасности движения пешеходов в полосе отвода автомобильных дорог. В мэрии сообщили, что значительная часть ДТП, в которых страдают пешеходы, совершается именно на переходах или вблизи них. Хотя водители должны быть особенно внимательны на этих участках и снижать скорость. Одним из первых в этом сезоне наплывной пешеходный переход появился в районе улицы Ленинская, 22. Там в январе этого года произошло ДТП, в котором 15-летняя девушка и 17-летний юноша получили тяжелые травмы. В перспективе в 2021-2022 году планируется построить 48 таких переходов, дополнительных уже существующих. В этом году мы выбрали первоочередных 10 участков, на которых будем устраивать такие искусственные неровности. Ну и по решениям рабочей группы у нас порядка 15 тоже искусственных неровностей будет в этом году установлено на территории. В принципе, работы активно ведутся. В ближайшее время все планы на этот год, существующие, будут завершены. Администрация города призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходы также должны оценивать ситуацию перед тем, как переходить дорогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова